Уважаемые коллеги, уже мы сегодня слышали очень много о лимфоденоктомии из других докладов и из доклада профессора Студоров, он затронул этот вопрос, и Сергей Владимирович тоже задал вопрос, как это влияет на эректильную функцию. Тем не менее, мы сейчас просто поговорим о основах лимфоденоктомии. Сначала хочу обратиться к частоте лимфогенного метастазирования при инвазивном раке мочевого пузыря. Как вы видите, по данным аутопсий, такие же цифры мы получаем после расширенной лимфоденоктомии. Частота лимфогенного метастазирования при инвазивном мышечном раке мочевого пузыря составляет около 25%. Что же влияет на частоту метастазирования? Конечно же, стадия ПТ влияет на частоту, и мы увидим, что с увеличением стадии Т увеличивается частота лимфогенных, нахождение лимфогенных метастазов. Тем не менее, мы должны помнить, что большинство больных с лимфогенными метастазами на самом деле имеют сочетание лимфогенного метастазирования и наличие отдаленных метастазов до 47%, и только 12% больных имеют истинное изолированное поражение только лимфатических узлов. Также мы знаем, что есть огромные индивидуальные различия в числе лимфатических узлов, которые мы получаем под данных расширенных лимфоденоктомий. И вариации довольно большие, от 10 до 53 узлов, что говорит о том, что мы не можем использовать число удаленных лимфоузлов как суррогатный маркер для оценки качества выполненной лимфоденоктомии. Скорее, качество выполнения лимфоденоктомии больше влияет, чем число удаленных лимфоузлов на ее результаты. Ну, если говорить о категориях, мы знаем, что вот эти старые работы, здесь классификация немножко другая, но тем не менее мы видим, что основную группу больных составляют больные с метастазами в лимфоузлы именно в анатомической области малого таза. Если говорить о диагностике метастазов лимфоузлы, то, к сожалению, на сегодняшний день то, что мы имеем, это КТ, МРТ, и вы видите, что чувствительность очень низкая, от 48 до 87% по данным разных исследователей, а специфичность еще ниже. Почему? Потому что единственный критерий, который у нас есть для того, чтобы сказать, лимфоузел поражен метастазом или не поражен, это его размер. И принято считать, что лимфоузлы размером более 8 мм в малом тазу и больше 10 мм, это забрюшинные узлы, могут расцениваться как потенциально пораженные метастазами. Тем не менее, мы видим, что половина увеличенных лимфоузлов на самом деле при морфологическом исследовании оказывается без метастазов и наоборот. Поэтому этот параметр, размер лимфатического узла, к сожалению, плохо нам помогает. Новые современные методы диагностики, PET-КТ с различными трейсерами, в основном с глюкозой, DVI, на сегодняшний день пока не являются стандартными методиками, и у нас нет четких данных о их диагностической ценности. Единственным методом, который позволяет нам точно оценить состояние лимфатических узлов, остается регионарная лимфодисекция с последующим морфологическим исследованием. Какие же должны быть границы регионарной лимфодисекции как стадирующая операция при раке мочевого пузыря? Сразу хочу сказать, что стандартные границы, идут многочисленные дискуссии, тем не менее, до конца они не определены. В начале 2000-х годов мы провели вот эту свою маленькую работу, где посмотрели, где же располагаются метастазовые лимфатические узлы у больных после цистоктомии по поводу инвазивного рака мочевого пузыря. И вы видите, что большинство метастазов действительно локализуются в анатомической области малого таза ниже бифуркации общих подвздошных артерий. Это в основном оптероторные лимфатические узлы, внутренние подвздошные лимфоузлы и наружные подвздошные лимфоузлы. Тем не менее, около 25 процентов больных имеют метастазы выше бифуркации аорты, по данным нашего исследования. Существует мнение, что если у больного есть только один метастаз в один лимфоузел, то есть категория Н1, то этот больной, вероятность того, что у него есть метастазы выше бифуркации общих подвздошных артерий, то есть выше, за областью малого таза практически равна нулю. И перед вами как раз исследование их много таких исследований, в данном случае исследование Абуленейма, который показал, что действительно вероятность наличия при категории Н1 метастазов за пределами таза очень невелика. С другой стороны, частота двустороннего поражения очень высока, достигает 40 процентов, поэтому нельзя выполнять одностороннюю лимфоденотомию обязательно, если мы выполняем ее, выполнять с двух сторон. Но, как я уже сказал, мнения существуют различные, мы в нашем... Да, и если, конечно, придерживаться этого мнения, что при категории Н1 метастазы локализуются только в области малого таза, тогда за стандартную зону лимфодисекции нужно принимать именно вот эту область дистальнее бифуркации внутренних, извините, общих подвздошной артерии. Тем не менее, в нашей работе мы получили другие результаты, и вы видите, что риск распространения метастазов за пределы малого таза, он невысокий, но все же есть. В нашем исследовании трое больных имели метастазы вне малого таза, что составило 17 процентов, но, может быть, это было небольшое количество больных, но вот более крупное исследование Лейснера, которое показывает, что действительно частота наличия метастазов за пределами малого таза составляет около 10 процентов. В его исследовании имели метастазы пациенты в области общих подвздошных сосудов и четверо пациентов имели метастазы выше бифуркации аорты. Поэтому, если придерживаться этих данных, то, конечно же, границы стандартной лимфодисекции должны быть значительно больше у пациентов с клинической стадии Н0. И лимфодисекция должна доходить как минимум до уровня бифуркации общих подвздошных артерий, а лучше до уровня бифуркации аорты. Как влияет расширение границ лимфодисекции на безопасность? Ну, с учетом того, что такие осложнения, которые мы видим, например, при лимфодисекции, расширенной у больных раком предстательной железы, как формирование лимфоцели, если операция делается трансабдоминально при раке мочевого пузыря, мы не видим. И действительно, расширение границ не сильно влияет на частоту серьезных осложнений. Но самый главный вопрос – какова лечебная роль регионарной лимфодисекции при раке мочевого пузыря? Нужна ли она вообще? Ну, если обратиться к первым исследованиям, сделанным в этой области, мы видим, что исследование Уайтмур, одно из самых старых исследований, 5-летняя выживаемость больных, которым не выполнялась лимфодисекция, составляла 0. 5-летняя выживаемость, в отличие от 5-летней выживаемости, около 25% у пациентов в более поздних работах, которым лимфодисекция выполнялась. Конечно же, это ретроспективные данные, и оценивать их нужно очень критично. Какие факторы влияют на выживаемость после цистектомии при наличии метастазов в лимфатические узлы? Многие работы подчеркивают значимость категории Т. Мы видим, что у пациентов с категории больше, чем ПТ-3А, выживаемость достоверно хуже, чем у пациентов с категории меньше, чем ПТ-3А. Число пораженных лимфоузлов, однако, не во всех работах этот критерий оказался достоверным, но, тем не менее, число пораженных лимфоузлов многими авторами указывается как фактор, влияющий на отдаленные результаты. Число удаленных лимфоузлов. Очень много работ, посвященных числу удаленных лимфоузлов. На сегодняшний день минимальным количеством лимфоузлов удаленных считается число 10. При меньшем количестве удаленных лимфоузлов мы знаем, что адекватное стадирование невозможно, поэтому 10 – это минимальное число узлов. И в большинстве работ мы видим достоверное улучшение выживаемости при увеличении числа удаленных лимфоузлов. Хотя, конечно же, есть много работ, которые критикуют, в том числе и вот это исследование Хера, где исследовалось достаточное количество, больше 600 пациентов, и мы видим, что выживаемость достоверно зависела от числа исследованных морфологом лимфатических узлов. Но есть работы, которые критикуют это и подобное исследование, говоря о том, что есть, я думаю, все это знают, такой феномен Вилла Роджерса, и нельзя сравнивать выживаемость больных с категорией N+, и с категорией N0 отдельно, потому что чем больше мы удаляем лимфатических узлов, тем самым достовернее становится группа больных в категории N0, и выживаемость этой группы больных улучшается. С другой стороны, мы выявляем микрометастазы, которые также улучшают выживаемость группы больных с категорией N+, почему? Потому что у них появляются больные с минимальным поражением лимфоузлов, и их выживаемость также улучшается. Поэтому этот фактор также влияет на отдаленные результаты и очень сложно сравнивать разные группы больных. Огромное значение на выживаемость оказывает химиотерапия, которая проводится чаще пациентам, у которых имеется обширное поражение лимфатических узлов. Когда у нас есть один пораженный лимфоузел, не всегда мы проводим адювантную терапию, но если у нас у пациента мы находим 5-6 пораженных лимфоузлов, всем пациентам проводится адювантная химиотерапия. Конечно же, ее влияние зависит в том числе и от чувствительности, биологической чувствительности у данного конкретного больного опухоли к данному виду системного лечения и от самого проведения химиотерапии. Поэтому сравнивать выживаемость пациентов в зависимости от числа исследованных морфологом лимфоузлов на самом деле очень сложно. Такие характеристики, как размер лимфатического узла, также исследовались. Пенетрация капсулы лимфатического узла, то есть поражение микро, как мы говорим, метастазирования или макрометастазирования, также влияет на отдаленные результаты из пациента с меньшим размером и с отсутствием пенетрации лимфатического узла имеют лучшие показатели отдаленной выживаемости, по крайней мере, безрецидивной выживаемости. Категория N, N1, N2, N3. Ну, хочется верить, что действительно пациенты, у которых мы поставили категорию N1, и у них был один пораженный лимфоузел, живут лучше, и об этом говорят многие исследования, хотя, опять же, этот момент тоже может не всегда… этот фактор не всегда может быть достоверным не у всех пациентов, поскольку и ошибки самого стадирования, и объем лимфодисекции, и, опять же, одювантная терапия влияют на эти результаты. Более точным является такой показатель, как плотность лимфатических узлов пораженных, и мы знаем, что больные с плотностью менее 20% живут лучше, чем пациенты с плотностью поражения лимфоузлов больше 20%, отношение числа пораженных к числу удаленных лимфоузлов этот показатель означает. Так все-таки влияет ли объем лимфодисекции на выживаемость? Перед вами исследование Палсона, и вы видите, что не все больные выигрывают от расширения лимфодисекции. Сравнивались две группы с расширенной и стандартной лимфодисекцией. Только пациенты с категорией меньше, чем ПТ-3Б выигрывали от расширения границ лимфодисекции. Еще одно исследование. 400 больных, 200 больным была выполнена расширенная, 200 больным стандартная лимфоденоктомия. Медианное наблюдение достаточно большое, 50 месяцев. И, что очень важно, ни один из этих больных не получал никакой адювантной химиотерапии. И результаты. Безрецидивная выживаемость пятилетняя достоверно лучше у пациентов с категорией N+, и во всей группе больных подвергнутых расширенной лимфоденоктомии. Но пациенты с отсутствием метастазов с категорией 0, конечно же, у них мы этой достоверной разницы не видим. В сравнении, недавно был опубликован анализ исследований, проведенных в этой области. Было отобрано 19 исследований. Этот анализ показал, что если сравнивать вообще вопрос выполнения лимфодисекции и невыполнения лимфодисекции у больных инвазивным раком мочевого пузыря, то все пять исследований, существующих, которые сравнивали выживаемость больных с лимфоденоктомией и без лимфоденоктомии, указывают на лучшие онкологические результаты у больных, которым выполнялась лимфоденоктомия, поэтому лимфоденоктомию выполнять нужно, это является стандартным. Если сравнивать расширенную и стандартную, или суперрасширенную, то есть от бифуркации аорты суперрасширенная, лимфоденоктомия со стандартной, то 7 из 12 исследований показали преимущество расширенной лимфоденоктомии, по крайней мере у отдельных пациентов, что подтверждают также недавние метаанализы, а вот различия уже между суперрасширенными и расширенными, как правило, не отмечается. Поэтому на сегодняшний день я думаю, что действительно нужно подходить индивидуально к вопросу об объеме лимфодисекции. Стандартом является лимфодисекция дистальной бифуркации общих подвздошных сосудов, так как она выявляет подавляющее большинство случаев метастатического поражения лимфатических узлов у больных инвазивным рака мочевого пузыря, наименьшую оказывает травму и влияние на, в том числе, был вопрос об эректильной функции, потому что не травмируются, не пересекаются симпатические нервные волокна, и выполнять ее и быстрее, и проще. Поэтому на этом я хочу завершить. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы к Федору Горисовичу. Нет вопросов. Ну, значит, все с лимфодометомией более-менее понятно. Спасибо большое за разъяснение и за презентацию. Продолжение следует...